С Великой Пятницей Уважаемые телезрители, вы смотрите еженедельную православную передачу «Свет миру». Об основных событиях и жизни Липецкой и Елецкой епархии за неделю смотрите далее. 8 апреля в праздник Входа Господня в Иерусалим Божественную Литургию Христа в Рождественском кафедральном соборе Липецка возглавил высокопресвященнейший Никон архиепископ Липецкий и Елецкий. В этот день вспоминается торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Господь идет на вольную смерть за грехи людей, ту миссию, ради которой Он вочеловечился. Иудеи не узнали в Христе Бога и Спасителя, ожидая, что Иисус освободит их от власти римлян. Они бросали Ему под ноги пальмы в ветви и восклицали Ему хвалу. С пальмовыми ветвями встречали царей, вернувшихся после победы над врагом. Иудеи постилали ветви под ноги Христу как бы в долг, рассчитывая на Его победу над римлянами. Православные наши страны встречают праздник входа Господня в Иерусалим с ветвями вербы, первого дерева в России, пробуждающегося после зимы. С ветвями верб мы тоже встречаем Христа как победителя, но победителя не людей, а самой смерти. Как верба распускается и начинает жить, так и Господь, пострадав, умрет и воскреснет в жизни вечную, чтобы совоскресить и всех нас, так же в жизни вечную. Аминь. Вход Господень в Иерусалим – праздник и радостный, и грустный одновременно. Он предваряет светлое настроение Пасхи, и в то же время за этим событием последовало предательство Иуды и страдания Христа на кресте. С 1 сентября 2012 года во всех школах России вводится курс «Основы религиозных культур и светской этики». Этот курс включает в себя шесть модулей, которые выбираются родителями и детьми. По всей Липецкой и Елецкой епархии сейчас проводятся семинары для директоров школ и заведующих дошкольными учреждениями по разъяснению содержания модулей этого курса. 9 апреля такой семинар прошел в зале администрации Лебедянского района. Вот эта конференция посвящена тому, чтобы люди, которые преподают детям, ведут за собой, чтобы они не боялись этой культуры, а чтобы преподавали то, что необходимо детям, потому что детей нельзя сделать двуличными, нельзя их воспитать двуличными, потому что когда человек воспитывает как придется, одно в школе, другое дома, третье на улице. И поэтому дети воспитываются в таком, знаете, в раздрае, в собственных отношениях, с собственной душой, с собственной совестью. Новый курс ставит перед собой две цели – приобщение школьников к духовным традициям народа и формирование в ребенке духовно-нравственного потенциала. Данным целей для жителей России отвечает только модуль «Основы православной культуры». Просто необходимо, чтобы дети знали культуру своей родной страны и воспитание велось на тех ценностях, которыми жила Русь на протяжении тысяч лет. 10 апреля семинар по ознакомлению заведующих учебными учреждениями с модулями нового курса прошел в лицее номер 4 Донкова. На семинаре была дана характеристика учебника модулей «Основы светской этики» и «Основы православной культуры», так как основной выбор будет осуществлен между этими модулями. Согласно учебнику «Основы светской этики», человек сам может определять, что такое добро, а что такое зло. Исходя из этого, добро может быть и убийство, и другие преступления. Многие родители не интересуются содержанием модулей курса и выбирают бездумно, чему их ребенка будут обучать. Мы всех родителей призываем, особенно тех, у кого дети переходят в будущий учебный год в 4 класс, поинтересоваться этой новой для них проблемой и совершить осознанный выбор для того, чтобы их ребенок получал в школе хоть какие-то, по крайней мере, основы духовно-нравственного воспитания. В нашем благочине ситуация получается та, что большинство, на 90% школ, то есть в большинство школах у нас выбрали именно курс «Основы православной культуры». Лишь только в трех сельских школах, только в некоторых, в одном из них, в одном классе, то есть несколько учеников выбрали «Основы светской этики». Наша страна находится в состоянии духовно-нравственного кризиса. Родители заняты на работе, и дети воспитываются на ценностях телевидения и интернета. Возможно, правильный выбор модуля курса «Основы религиозных культур» и «Светской этики» сможет как-то изменить эту ситуацию. 12 апреля высокопредсвященниши Никон архиепископ Липецкий Елецкий возглавил Божественную Литургию в Христорождественском кафедральном соборе Липецка. Евангелие, читаемое в Великий Четверг, повествует об умовении Иисусом Христом ног своим ученикам, тайной вечере, молении Христа в Гефсиманском саду и предании его Иуды в руки иерусалимских властей. Великий Четверг за ужином, который стал последней трапезой Иисуса Христа с апостолами, Господь установил Таинство Причащения. Подобием Тайной Вечери является Божественная Литургия, и прихожане каждый раз участвуют в Тайной Вечере, причащаясь за Литургией. Однако не каждого причастника просвещает и очищает благодать. На Тайной Вечере Иисус Христос причастил всех апостолов, включая Иуду, но дьявол вселяется в сердце Иуды, ум которого был занят мыслями о предательстве. Закосневшие возле и нераскаянности души не могут соединиться Христом в Таинстве Причащения. Сегодня праздник у нас Великий Четверг, Тайной Вечери, когда к Господу собрались 12 учеников, и Он их причастил. Каждый православный христианин должен причаститься в этот день, потому что сегодня, как бы, в этот день считается, была Тайная Вечеря у Иисуса Христа, и вот поэтому каждый должен причаститься. Вот это очень благодатно, конечно, и для души, и для тела, и для спасения. В народе Великий Четверг называется чистым, так как в этот день верующие стараются приготовить себя к принятию святых христовых тайн и очиститься от всего греховного покаянием и желанием исправить свою жизнь. Многие люди в России отмечают воскресение Христово не в храме на богослужении. На Пасху они идут на кладбище и там поздравляют своих родных умерших с воскресением Христовым и проливают слезы от того, что близкого человека нет рядом с ними. Пасха – радостный праздник, исключающий слезы и тоску. Из древней Святая Церковь приняла такое правило, чтобы радость воскресения Христова возвещать живым. И в течение всей недели это отмечается торжественным богослужением, особым торжественным богослужением. А уже другая неделя, вот, неделя Антипасхи, и она начинается с авторника прославлять и ту радость воскресения Христово возвещать умершим нашим сродникам. Поэтому и день, с которого начинается это прославление, называется Радоница. Раньше не во всех населенных пунктах России были храмы. Люди приходили на Пасху в церковь за десятки и сотни километров. До дома им предстояло долго добираться. Поэтому они и ходили на кладбище при церкви, где были похоронены их предки. Там прихожане храмов и разговлялись. Сейчас необходимости преодолевать большое расстояние, чтобы добраться до храма, для большинства людей нет. Христос воскрес из мертвых и положил начало воскресению умерших. И проливать слезы на кладбище на Пасху значит не понимать смысл пришествия Христа в мир людей и его спасительный подвиг. Воскресенский храм Близится самый радостный и важный праздник для христиан – светлое Христово Воскресение. В селе Воскресеновка Донковского благочения к празднику готовится особенно тщательно. Воскресенский храм будет отмечать престольный праздник. Рассказ об этом храме смотрите в нашей следующей рубрике. В Донковском благочении целых два воскресенских села. Одно из них так и называется в народе. Второе же больше известно как Огаревка. Это неофициальное название в честь совхоза имени Огарева было дано в советские годы. В начале XVIII века близ реки Рыхотка образовалась маленькая деревня, которую называли и в честь реки и Красным Буэраком. Село здесь называлось Сельцо Рыхотка по названию речки, протекающей здесь через село. И здесь не было храма, здесь не было как бы и название такое недуховное совсем. А когда в XIX веке построен этот храм был в 1924 году, и храм был построен в честь Воскресения Христового, тогда и переименовали село. Уже стало не Сельцо там деревня, как Рыхотка, а стало Воскресенское в связи с появлением храма здесь. Понемногу население деревни разрасталось, и из-за дальности пути до ближайшего храма, который находился в селе Спаском, жители мечтали о строительстве храма в своем населенном пункте. Возможность старикам и детям молиться в храме появилась благодаря помещице Александре Ивановне Доброклонской. Этот храм Воскресения Христова был построен в 1824 году в местной помещице, в связи с тем, что ближайшие храмы находились на большом удалении от 12 верст примерно в простане. Поэтому был построен храм, был создан притчат местный для службы в этом храме. Здесь был небольшой праздник времени даже дьякон, был псаломщик, был панамарь. Службы здесь велись регулярно, но в связи с тем, что здесь очень маленький приход, было как бы скудновато, и должность дьякона была в течение трех лет упразднена. В 30-е годы Вознесенский храм был закрыт. Годы запустения сказались на состоянии здания. Атеисты хозяйничали не только в храме, но и на его территории, стараясь захватить в свое пользование церковную землю. Здесь были захоронения, духовенства, монашествующих в миру и служителей храма до 30-го года. В 30-м году был храм закрыт, в 1930-м году. И в дом священника, который за храмом здесь находится, дом настоятеля, этот дом заселили переселенцы. И надворные постройки со стороны северной от храма перенесли на сторону южную, и хозяйство их вымерло. Сейчас в храме предстоит сделать много работы. Прихожане помогают церкви, как могут. Было очень много народа приходили на службы, и очень хорошо тут было. И вот нам нравится священник, отец Евгений. Мы очень довольны, мы просто не представляем, как тут было, это село без храма этого. А храм здесь был из склады, вы понимаете. Представляете, какая тут была работа объемная. Восстановление храма началось в 90-х годах, и местное предприятие выделило средства, выделило рабочих, чтобы храм благоустроить. И, если вы обратите внимание, здесь выровняли полы бетоном, здесь отремонтировали трапезную часть возможными силами, и перекрыли крышу металлом. Стараниями прихожан в храме установилась домашняя обстановка. С почтением верующие берегут сохранившиеся храмовые иконы и с радостью приходят на богослужения. Прихожане относятся к православию, к вере православной, с верой, с полным отчетом о том, что такое православие, какую роль она играет в жизни человека, играла на протяжении тысячелетней истории России. Поэтому даже вот в таком холодном храме, на Благовещении, была здесь служба первая у нас, 7 апреля. И здесь пришли даже школьники, пришли 10 человек причащаться от 10 до 12 лет. Они этот холод терпели, они к этому были готовы, и домой пошли с радостью после причастия. Нравится, мне вообще вот тянет к этому храму. Ну вот и холодно у нас. Стараемся, может что-то со временем мы придумаем. Может, Бог поможет нам. За годы невозможности молиться в храме прихожане поняли, как тяжело жить без Бога. Душа неосознанно искала веры. Своих детей они воспитывают уже иначе, верив в Господа Иисуса Христа. Если уж меня родители не приучили, ну не то, что не приучили, ну так вот, не было возможности, но я постараюсь, конечно, своих внучат, чтобы они это... Ну они сами тянутся. Многое для прихожан значит и то, что храм освящен в честь воскресения Христова, самого важного события в жизни каждого человека. Бог, который провидец, который в сердце видец и так далее, обогащает нас, не знаю, махает нам во всем. Воскресенский храм, как и многие церкви нашей страны, воскрес после долгих лет господства антихристианской власти. Совсем скоро он отметит престольный праздник и верующий Воскресенского наполнит его, чтобы встретить вернувшегося с победой над смертью и грехом Спасителя и воздать ему хвалу. В нашей постоянной рубрике «Тебе поем» смотрите литературный клип «Великий пяток» на стихи монахини Агафоны и монахини Игнатия. Музыка автора и исполнителя и радиакона Феофила. Стихи читает Юлия Самарина. Стихи читает Юлия Самарина. Скорбное мгновение На земле смятение Великий пяток Испытание срок Как в секунду эту Все срывает ветер Страждущий Господь Усыпает плоть В три часа полудни Пятничные будни Солнце прячет лик Во вселенной крик Аллилуйя Пусть может все в последний раз Визит родных Где не успели о главном Не торопясь сказать Им сердце не согрели Быть может все в последний раз День без войны А мы забыли В слезах Благодарить Христа Что сыты И в тепле прожили И нас ничем не удивить Иконы в храмах Песнопения И есть что есть И есть где жить Но в сердце Нет благоговения К распятию подойдешь А он с креста с любовью Смотрит на тебя Сквозь муки И молит он О милости отца простить Пронзенной гвоздями руки Быть может все В последний раз И этот пост Души мгновенья Так будем же Друг другу Милосердней Простим друг другу Как последний час С древнего креста Льется кровь Христа Поклонитесь Люди Страшным этим буднем Мукам И страданиям Собою Закланьем Господа родного Уже Неземного Заканчивается Страстная седмица Мы желаем вам С духовной пользой Провести ее оставшиеся дни Чтобы с радостью И чистым сердцем Встретить Светлое Христово Воскресенье До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова